Флора заполярия 189 из них являются редкими и занесены в Красную книгу Этот зеленый растущий мир много десятков лет исследуют ученые Книгу о сосудистых растениях Пасвика недавно презентовали в визит-центре заповедника Выход книги сосудистых растений заповедника Пасвик событие важное, ждали его более десятка лет Интересен этот труд не только ученым, но и всем знатокам флоры Кольского Севера А еще это значимая часть летописи заполярной природы Долгожданное издание представили аудитории, правда из-за ограничений сделать это пришлось онлайн Тем не менее, встреча собрала десятки участников Ведь научный труд, материал до которого собирался 12 лет, бесспорно заслуживает внимания Автор книги Алексей Кравченко, ботаник, сотрудник Института леса Карельского научного центра Говорит, флора Заполярье интересно Свою книгу он адресовал тем, кто занимается изучением природы Кольского полуострова и преподавателем Для ботаников в первую очередь, тех, кто занимается флорой Не только вот крайнего северо-запога, но и вообще в целом страны Потому что интересно ведь знать, где что растет и насколько его там много, что охраняется и так далее И, конечно, книга должна быть востребована специалистами смежных специальностей В первую очередь, зоологами Сейчас на территории заповедника Пасвик обитают 622 вида сосудистых растений Некоторые относятся к редким и занесены в Красную книгу Например, удивительной красоты и нежности орхидея – венерин башмачок Увидеть это растение в дикой природе на Кольском полуострове – большая редкость и удача На территории заповедника, в северной части его зарегистрирована одна из самых северных в Европе Точка обитания, место обитания венерин башмачка Или башмачка обыкновенного, или башмачка настоящего Правильно называется башмачок настоящий Это орхидея с крупным таким желтым цветком И это очень редкий вид, который вот здесь у нас, получается, мы сохраняем И популяция его в хорошем самочувствии находится С тех пор, как на этой территории сошел ледник около 10 тысяч лет назад Состав флоры преобразился и изменяется до сих пор Ведь это живой подвижный мир Изучить, как расселяются растения, как чувствуют себя на крайнем севере в условиях изменения климата – очень важно Сначала поселились разные холодолюбивые виды, которые живут в тундрах по берегам морей А, собственно, долина реки Пас, она ведь в связи с более высоким уровнем моря была заливом морским И поэтому вот там как раз были виды, которые вот такие холодолюбивые и приморские, тундровые которые Растут на территории заповедника и такие красивые растения, как пыльчатый коренник транштейнера, полулепестник зеленый Знания о флоре Заполярии необходимы, говорят ученые Ведь они помогут тем, кто будет изучать флору этих мест через десятки, а возможно и сотни лет Обследованы территории гор Каскамай Кораблек Это территория нынешнего уже созданного природного парка Кораблек Который входит в состав второй стороне у парка Пас и Кинри Поэтому, когда выходят подобные сводки, это полезно не только для заповедника Конечно, это долгожданное здание, но это полезно и для международного сотрудничества Это полезно для региона, который может использовать эти данные для работы Очень важна работа и по сохранению редких видов И лучше всего удается сберечь их именно в заповеднике Ведь доступ случайным посетителям сюда запрещен А для людей науки эти места – настоящая лаборатория В своей книге Алексей Кравченко использовал и исторические данные, полученные учеными около двухсот лет назад Конечно, интересно находить новые для этой территории виды Учитывая то, что эта территория уже изучается более двух веков Первые исследования там проводились в 1819 году То за 200 лет там накоплена какая-то была информация Конечно, ты идешь по тем местам, где до тебя прошли, допустим, несколько ботаников И вот находишь какое-то растение, которое они не находили Это, конечно, наполняет счастьем, радостью и гордостью За годы исследований Алексею Кравченко удалось открыть и новые для территории заповедника виды И даже встретить растение, ранее не зафиксированное в Мурманской области Повойничек прямо семянный Ну, так трудно заметить, оно подводное, растет на мелководях На таком дне напоминает рисовые зерночки, рассыпанные так вот внешне И вот это, да, еще один вид – это пузырчатка стидийская Растения – это целый мир Порой ученые с удивлением обнаруживают виды, совсем не свойственные нашему региону Нередко семена приносят на себе птицы и животные А есть и целая группа растений, которые поселились в этих местах благодаря деятельности человека Информация о них тоже есть в монографии Виды, принесенные, например, на сапогах или на обуви из другого региона К там приезжают посетители, туристы И вдруг, например, мы смотрим, что на тропе спустя годы появляется вид, который вообще связан с берегом моря Он не может здесь жить в Пасвике, допустим, гвоздика пышная Откуда она появилась? И подобных загадок немало, а это значит, что ученым еще предстоит много работы по изучению зеленого мира Крайнего Севера Алексей Кравченко говорит, что для него каждый визит в заповедник Пасвик – большая радость А на вопрос, какое растение для него могло бы стать символом заполярной флоры, ученый отвечает так Я предложил, что это должно быть растение, которое имеет видовой апитет лапланский Потому что новая скорость в Лапландии Первое, что пришло на ум, это мытник лапланский Мне, например, это растение нравится, потому что такое не очень большое, компактное, с красивыми цветками, неправильной формы Карелии его нету, поэтому, когда я его видел, я был счастлив Экспедиции в самые удаленные уголки, новые открытия, выводы, находки и наблюдения – это то, что всегда интересно ученым А результаты их труда, книги и статьи интересны людям Тем, кто искренне влюблен в родной край и хочет узнавать о нем все больше и больше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!